Всем доброе утро, ребяточки! Это наш Лава Кулышек. Сейчас мы с Андрушкой завтракаем, а потом у нас будет сегодня насыщенный день. Но сегодня, ребята, будет дайвинг. Дайвинг с дельфинами. Говорят, что это еще круче, чем плавание с дельфинами. Я говорю, что может еще быть круче? Говорит, вы это еще не пробовали? Вот когда попробуете, тогда скажете. И вот скажете, это круче, чем плавание с дельфинами или нет? Вкратце, это должно быть что? Если с дельфинами вы плаваете наружу, то есть вы с ними ладите, катаетесь, они там... Ну, короче, все происходит на воде. То есть дайвинг, это уже будет под водой. То есть приезжает инструктор, человек, который во всем этом шарит, профессионал, с оборудованием. Там, где плавают дельфины, в их среду нас обучают. Дают такую шпоку ворот, чтобы дышать. Вес такие, эти утюги к нам привязываются, якоря, чтобы мы пошли на дно. И мы, короче, вот погружаемся в воду, и мы уже, получается, на уровне с дельфинами. То есть мы видим полностью дельфина с головы до кончика хвостика. И они к нам подплывают в своей среде. И говорят, что это вообще, типа, никакие эмоции не передают, потому что вы находитесь, как будто у них дома. Попробуем. Ждем костюмы наши. А вот и одни. Так, это ваш. Это ваш измельник. Спасибо. Все сзади. Монокомбинезон. Да, уже. Сначала одеваем попу, натягиваем все на попу, чтобы не было мыть, а потом одеваем ручки и все остальное. Потому что если попу не поднимем, не поднимутся плечи, руки не оденем. Я готов. И тогда вы мне только покажете, Олег, а давай уже будем погружаться. Все, мы готовы, да, все, и тянули, как бы вот. И этим знаком мы пользуемся. Погружаемся? Да, погружаемся. Или вы немножко, когда будете плавать на поверхности, вы немножко заиграете с дельфинами, которые к вам будут подплывать. Они будут сразу тоже еще на поверхности с вами знакомиться. Как-то у вас там насами толкают, я, меня, там, вы с кем-то там уделяете внимание, а рядом другой тоже хочет, чтобы вы ему уделили меня. И вы немножко выпадите по времени из этой ситуации, потому что у вас поглотит эмоциональные положительные эмоции. Эмоции, дельфины, вынусы какие-то, если они уже даже общаться на поверхности. И я уже увижу, что вы много времени уже плаваете, у вас проблем нету, вы все уже себе отрегулировали. Я уже вам буду показывать. А давайте уже будем погружаться. Хватит плавать на поверхности, давайте спустимся на дно. И дальше будет продолжать заниматься дайвингом. Поэтому мы так общаемся, да? Сплываем или погружаемся. Вот эти два знака, которые вверх-вниз сплывают. Тоже, когда вы полноценные дайверы, как бы можете сами всплывать. Это только тогда, когда вам нужен напарник, какие-то вопросы вы друг другу покажете. Я хочу с тобой сплыть. Если он согласен, твой напарник или инструктор, или еще кто-то, или я вам обращаю, да? Я дублирую, да, я согласен, я показываю, что я согласен. Поэтому так и общаемся. Сплываем и погружаемся. Только для этого пользуемся этими знаками. Не лайкай, ничего там. Только для этого. Это специализированные знаки. Все остальное, это положительные такие. Все хорошо, классно, обалденно. Снимайте на фото, на видео. У меня все в жизни замечательно. Договорились, да? Следующий знак. Есть знак «что-то не в порядке». По-любому у каждого новичка есть в голове вопрос. В смысле, когда первый шаг делает подводный гель, да? Человек себе задает вопрос. А есть ли со мной что-то там со снаряжением? А есть ли со мной вообще что-то там? Как мне показать инструкцию, что у меня есть с чем-то проблема? С ластой, с маской, ну или вообще просто вот и есть проблема. Я даже не знаю, она есть или есть. Как показать инструктору, что есть проблема? Е Different. Вытягиваете руку, растопариваете пальцем против фейса инструктора, да? Ну, такой вот колебания руки показывает о том, что у вас что-то не в порядке. Этот знак показывает, что есть проблема, что это не в порядке. Но инструктор, не экстасенс, да? Его не может догадаться, чего у вас там не в порядке. Не в порядке, и проблема это не значит, что надо всплывать, валить наверх или как-то там. Проблема в чем может быть? Вы плаваете, плаваете, и вам кажется, наверное, сейчас летит ласта, и хотите, чтобы инструктор вам поправил, или у вас напальник поправил. Поэтому мы на проблему сначала указываем указательным пальцем. И вот то, что я показал, является проблемой. Например, ласта, плаваешь, плаваешь, сползает, сползает, думаешь, сейчас я ее потеряю. И напальника или инструктора просит, чтобы как-то помогли. Покажешь, например, моя ласта не в порядке, или скажем, моя маска не в порядке, мой регулятор не в порядке, с ухом у меня проблемы, с головой у меня проблемы, и тому подобное. Такие элементарные вещи, показываем на проблему, указываем указательным пальцем, то, что я показал, у меня являются проблемой. Тогда инструктор понимает, на что обратить внимание, и что-то там, как бы, решит помочь, тебе там что-то сыкнуть, нравится. Окей? Да. Последний знак. Вот такой вот. Этот знак собираемся вместе. Это показывает в основном инструктор, да, или, скажем, может быть, не инструктор, но главный там вашей компанией, с кем вы пошли, он там больше знает это место, да, он говорит, я вам сейчас все покажу, слушайте меня, он не инструктор, просто там, иди, да, и вот, и вы его слушаете. И он, когда вот так вот показывает, это вроде бы один пипл, а это вроде бы другой пипл. Он так, пиплый, все ко мне, ко мне. Вы бросаете, чем бы вы там ни занимались, да, и плывете к тому главному человеку, который там у вас там. Собираемся вместе, да, все-все-все собрались, все-все-все плыли, все, кучки с кучей, да, и вот дальше вам там что-то там накануло. Ну, под водой, все, знаков больше никаких не будет, этого достаточно для этих бассейнных условий, то, что сегодня у нас первый будет дайвинг, о чем мы будем заниматься. С под водой можно разговаривать даже целыми предложениями, так же самое, как мы общаемся здесь, да, вот у нас есть слово, 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 да, да, у нас есть какое-то предложение, и мы обращение друг к другу, так же самое под водой, знак, 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 получается какое-то предложение и общение друг к другу. Для примера, скажем так, я вам показываю, собираемся вместе, время закончилось, сейчас будем всплывать. Такое элементарное, может даже догадаться, не знаю, даже какие-то последующие знаки, которые вы не изучали, но в общей сложности, как бы все в массе, вы можете понять, о чем идет речь. Окей? По знакам вопроса есть? Нет. Хорошо, переходим дальше. Маска. Это такая штука, которая находится у нас на лице. В дайвинге она называется еще там окно в подводный мир. Такая обтюрация, легенькая такая, тоненькая из силикона, два стеклышка, формированный носик. Эта обтюрация не дает нам возможности попадать под масочное пространство. Глаза и нос находятся во внутреннем воздушном пространстве. Маска дает нам возможности нормально четко осветать, что вокруг тебя происходит. Если плавать без маски, вы знаете, засовывали в голую погоду, все мутно, вроде бы все видно, но все размыто. Одеваешь маску, все четко, классно, знаешь, как отрабатывает, вот сейчас как отрабатывает, классно. Вот. Сегодня мы будем плавать в маске такой вот. Какая проблема у новичков? Маска всегда внутри мокрая. Она не бывает сухая и не бывает вообще, вот просто этого не существует. Мокрая такая, как, скажем, тарелка или чашка, которую мы только что сполоснули под водой, да. Если эту тарелку не вытереть полотенце, с нее стекают маленькие капельки воды. Маски такие же самые маленькие капельки. Нам без разницы, даже если в маске немного будет плавать вода, нам безразлично. Она ни на что не влияет и ничего нам не мешает. Вот. Ну, воды у вас не будет, хотя у тебя может быть, почему, у тебя усы, да. И маленькая капиллярность, там, проходите, вот так, как-то там набираться. Ну, может быть, не будет. Я постараюсь от тебя подтянуть, дать такую маску, чтобы там вот было, вот, смайло там к носу и чтобы капиллярности не было. Но капельки будут по-любому в маске. Они себе там живут, как тараканы в коммунальной квартире, и бесполезно оттуда выгонять, да, они все равно там будут. Вот. Почему я говорю проблему у новичков? Потому что мы всю жизнь и большее количество времени дышим через эту дырку. Хотя человеческому организму, что через эту дырку дышать, что через эту, разницы никакой нет. Ну, мы так не живем, мы дышим носом, да. Ну, мы же не будем ходить с открытым методом, дышим так, мы же думаем, вдруг муха залетит, хоть и не держим его закрытый и дышим через дырку. Ну, я так шучу. Вот. Это уже сильная, многолетняя, сильная привычка дыхания носом. Мы это не контролируем, оно само работает, да. Хотя, что отсюда дышать, что отсюда, разницы никакой нет. Поэтому, когда мы одеваем первый раз маску, да, мы закрываем нос и отсекаем ему доступ воздуха, да. А он-то хочет по привычке делать. Ну, нам вдохнуть. Вот, и это начинается такая психологическая история. Хотя, мы когда начнем дышать через регулятор, оденем маску, немножко я вам отрегулирую, и вы скажете, да, все, ну, просто нету, проблемы нету, там, все такое. Это отрегулирует, да. Но, будете плавать, дышать в этом, у вас проблем не будет. Но ваш нос, по привычке, он будет с вами плавать и думать, ой, я так долго не дышал, целых пять минут, хочется, я же привык, да, все же делать так. Ну, можно я так сделаю? Он даже вас спрашивать не будет. Он возьмите и сделает так. Раз, два. Что такое нос? Это же наш маленький биологический пылесос, да, и когда мы делаем вдох носом, все, что находится под носом, он засасывается в нее, там, вот эти дырки, да, там. А там что будет? Соленая вода. Одна, две капли маленькие воды. Они у вас попадут в нос, начнут щекотать, и у вас в голове начнется что? Паник. Мысль какая? У меня в носу вода. Секла смотрит, а в стеклах нету, а в носу есть, а в стеклах нету, а в носу есть. Секла, вообще не понимаете, что происходит, и думаете, все, катастрофа. Маска протекает, меня заливает, сейчас захлебну, что-то умываю, что-то в ней было, надо валить сочно, мне себя спасать. Ну, как бы это нормальное для новичка такое действие, да, такое, а-а-а, паника, и что-то надо делать. А человек, когда находится под рукой, что он делает, только думает, надо себя спасать, все, все бросаем, что текает, там, у меня, там, у меня, там, у меня. Я вам об этом сказал. Это такое элементарное у всех практически новичков, у всех, кто делает шаг в подобный мир, да, там, очень много факторов, которые у нас новые, и мы не можем это... У нас в голове не хватает оперативной памяти в нашем компьютере, для того, чтобы работало несколько программ, да, всегда работает одна. И когда другая подключается, ее надо делать, у нас зависает мозг, и мы не знаем, что делать, только валить и спасаться, да, и все. Ну, так мы созданные люди, мы так и работаем, вот. Дальше. Поэтому давайте с вами доверимся. Я вам уже об этом действии сказал, вы об этом знаете. Поэтому, если вы плаваете, 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 вдохоприлеете, вы меня у нас в водах, не надо никуда валить, не надо никого спасать. Просто себе тупо надо сказать. Так, надо перестать меня шморгать носом, сделать один вдох, да, полноценный, и понять, о, все нормально, конечно, не надо валить, все, все хорошо, все вот такое вот. Только что нам рассказали, что Таша вообще так интересно рассказывают. Наверное, прошло по времени, почти полтора часа, ребят, но так, то есть полностью, вот, что самое интересное, вообще у нас такой позитивный инструктор, который здесь, я так понимаю, работает. В школами рассказывает немножко. Рассказал нам все, чтобы мы понимали, у нас не было ни вопросов, ни паники, по жестам, там, что, какой жест означает, как себя вести, как общаться с дельфинами, они там, вот это, чтобы вы просто понимали вкратце, да, вот вы думали, как он показывал, рот, для них это просто как рука, они не жуются. Как будто они не хотят вас убить, это не акулы, вот, короче, очень много моментов рассказал, которые для меня раньше, типа, реально, типа, серьезно. А вот это вот, значит, если у нас на ютубе лайк, то у него всплываем. Да, значит, всплываем, либо тонем, для вас, как я объясню, этот знак под водой, поднимаемся, всплываем, все окей. Нет, вот это неправильно показал, то. Всплываем, погружаемся, все окей, или все окей, сейчас, да, все окей. А вот, если этот знак, значит, так пальцами макать, это, значит, собираемся все возле меня, типа, внимание на меня, собираемся все вместе. А если вот так вот ручкой делаешь, то, значит, у меня все нехорошо. Нет, показываешь, типа... С головой не все хорошо, типа? Да, типа, с головой, с носом, с этим, с ластой, то есть показываешь движение, типа, как люди показывают, типа, что это вообще... Все нормально, да? Вот, только именно показать нужно ту точку, где мне все вот так вот хорошо у вас. У меня все нехорошо, блядь, проблемы с головой, мне кажется. Вот, ну, короче, объяснил, как дышать, как убирать давление с ушей, если бы не болели уши. Все эти моменты рассказал, вот, очень круто. Сейчас нам должны будут принести оборудование, ласты, акваланг, забыл, как называется эта штука, регулятор в рот, правильно? Там автоматически, кстати, в него. Да, говорит, вы не должны думать, как вы должны там дышать, у вас все будет автоматически. Вдыхайте сильнее, больше воздуха, вдыхайте чуть-чуть мало воздуха. Все классно, типа. Даже если вода попадет в трубку, то не нужно ее глотать. Да, ее можно прям выдуть. Да. Говорил, даже если у вас там это, и попала не только вода, то было какое-то смешное, даже если салат оливье, то вы можете... Винегрет, винегрет. Винегрет, этот винегрет тоже можете выдуть через эту трубку, она очень умная, она может потом весь винегрет по аквариуму развалить. А, ну, и там еще кнопочка есть такая специальная, что... А если когда ты достал, то ух, на подышать, ты взял ее, нажимаешь лоб, оно, типа, спускает, если там чуть-чуть было воды, распыляет, у тебя снова чистая трубка. Да. А, и говорит, главное не улыбаться, это ли девочкам. Говорит, когда ты плывешь такой, плывешь, продолжишь, тебе подплывать дельфин, ты такой... А как только ты... Единственный момент, когда, говорит, вам можно попасть вода в рот, это когда вы начнете улыбаться. В общем, нужно быть серьезным. Да, если ты плывешь, такой... Говорит, сразу не надо кричать, все, жопа, я всплываю. Взял, как винегрет, выйду, лобочку нажал, то есть ты тут должен плавать, как анеба. Вау, как классно, я довольный. Ну, нет, я так вот... Поэтому это тот случай, когда улыбаться не нужно. Это я вам так, знаете, инструктаж полтора часовой за пять минут провел, чтобы вы понимали. Вот, это как бы основные правила. И да, не садиться с калей на жопу, потому что если сядешь на жопу, там под водой, короче, невесомость. Как в космосе, только это гидрокосмос. То есть, тебя, ты вообще, это можешь, как кюлень. Как немаляшечка можешь. Встали на ноги, на колени, тогда ты можешь двигаться. Либо на ногах просто стоять. Да, стоять ровно, как это... И, говорит, как, будем опускаться, как одуванчик. Вот так, по чуть-чуть вертикально. Называется погружение одуванчик. Вот. И все тогда окей. А еще заранее для девочек скажу, что нужно заплетать косичку, потому что хвостик расплетется под водой. И маска надеть. А, и маска, чтобы удобно было. Правильно, косичку, да. В общем, нужно косичку внизу заплетать и все. Ну, короче, ребята, сейчас мы ждем. И потом уже расскажем свои эмоции. Ну, я думаю, это по тем словам, которые он написал. Реально, такой, ребята, крутой инструктор. Он, знаете, с такой ноткой юмора это все рассказывал. Прям с таким лицом, то есть, вот, интересно таких людей. Да, вот. Он взрослый такой же, ребят. Мне кажется, 50-ка ему есть точно минимум. Хоть не говорит, когда не знаешь возраст человека, потому что вдруг обидишь его. Ладно, ему 30 точно есть, 40. Хорошо, 40 точно ему есть. Пусть будет так. 40 ему точно есть. А вдруг нет? Есть, есть. Он опытный чувак, по нему видно. Но он настолько классно это все вот преподносит понятным языком, что реально вот Снежка волновалась, там думала больше. Я не так-то волнуюсь, а Снежка больше. Не, я первый раз, когда еще с дельфинами только плавали, я волновалась. А потом второй раз, вот вчера мы, когда плавали, я получила просто кайф. Ну вот, я думаю, что сегодня мы прям вообще, то есть, ребята... Главное не паниковать, вот, и все будет нормально. И слушать, что говорят. Да, и, конечно же, ребята, вы видите кадры с подводного мира, потому что здесь, если вы будете отдыхать в Немо и заниматься дайвингом, у человека тоже есть своя камера, на которую он умеет красиво и правильно снимать. 4К будет снимать. Может еще 80, мы попросили 4К, он сказал, окей, для вас могу. Вот мы с тобой как бы тоже взяли нашу камеру, если вдруг что, для перебивок и так далее, то есть тоже что-то свое снимать. Ну, и он будет снимать. И, короче, покажем вам, как это все выглядит. А как ты будешь снимать погодой, если у тебя дельфинчик будет подплывать, и ты будешь его охладить? Одна рука у меня есть, есть вторая рука. Не, сначала я брать не буду, сначала будет он снимать. Ага. А потом, если мне захочется чуть-чуть всплыть и взять камеру, то я поплавлю, ну не пять, сам такой. Скажешь, я всплыву, да? Ну да, типа, эту камеру. Разговаривать бессмысленно под водой, потому что это... А вот, в общем-то, и наше оборудование для дайвинга. Ну, это либо Снежкино, либо мое. Кого-то будет желтенькое, наверное, а у кого-то... Нет, ну это баллончик, чтобы сразу было видно, где баллон. Ухо красивенькое такое, вот, видишь, ласты. Вот. Сейчас вынесет еще одно. На сегодня с котиком здесь переодели, костюм дали, этот дали, все дали. Ну, все. Даже тапки какие-то тут. А, ласты, ласты. Тапки. Это наши моторы. Он, ласты лежат чьи-то. Это, наверное, либо Андрея, либо мои. Мне кажется, они большие. Котик, ласты всегда кажутся большими. Вот наш инструктор. Принесли еще грузики, чтобы можно было потонуть с ними. Ну да, потому что если мы их не оденем, мы все время будем всплывать. Как быки. Да, мы не сможем уйти как бы на дно. Поэтому для этого берутся такие камушки, я так понимаю. И они помогают пойти на дно. Ну, а потом уже ластами вы можете спокойно более-менее всплыть. То есть оно не прям вас причатывает к полу. Оно специально подбирается так, чтобы вы как раз могли пойти на дно. Но если надо чуть-чуть приложить усилие ногами, вы спокойно и всплывете с ними. Представьте, что вы просто поплавок с грузками. Как удочка. Вы можете замереть в каком-то там положении и все. А если поплавок сегодня такой не повесите с грузиком, то хрен вы, ребята, пойдете на дно. Будете так вот плавать поверху. Вот еще один костюмчик. Это, наверное, мой поменьше, кажется. Такие, слушай, новенькие по виду, да? Такое все такое, не зачерсанное такое. Вообще красиво смотрится. Классно. Главное не волноваться. Мы сначала с Андреем подумали, что тот первый баллон для кого-то, из нас, но нет. Тут баллон поменьше чуть-чуть. А вот два баллона мощных побольше. Это будут для нас, чтобы мы дышали и не паниковали. Все, он видит нормальные чуваки, чувихи. Можно общаться, да? Опасности нету, адекватные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это делает только ноги. Тянем носочки, тянем носочки, работаем и спиной плывем туда к лестнице. У нас все чики-пики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 вот как они подплывают, ты их видишь полностью, этот контакт, блин, я не опишу это словами, вот вы увидели это все в кадрах, но это нужно просто пробовать вживую. Олегу большое спасибо за то, что все так объяснил, рассказал, показал. Спасибо вам большое за все, вы самый лучший инструктор, спасибо за слова. Вы все хорошо объясняете, еще меня спасли под водой, потому что видели, как я не контролировала себя, бывало. Да, да, мне надо было запустить твой контроль, чтобы ты начала контролировать себя и себя определила. О, я это контролирую, я в безопасности. Глубокий вдох и все хорошо. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое, приходите еще. Они такие звуки, даже наружу этих звуков не слышно, и они такие прям трипеты, будто я вообще, ребята, там где-то снежка с инструктором, я уже настолько расслабился, я еще хочу, я сюда, я туда. Нет, у меня первое повреждение было оболнительно, а потом второй раз, когда усы нормально было. Это как с дельфинами, первый раз было сложно. У меня это были усы, знаете, чуть-чуть вода оказалась в носу, а потом ты такой ртом дышишь, вообще все равно. И я настолько один момент забыл обо всем, и я прям вот так вот, я не опишу это словами, это просто надо вот своими глазами видеть. Ребята, я вам просто каждому советую попробовать на дайвинг, дайвинг с дельфинами. Это песня просто, это, лично я вам скажу, лично свое мнение. Дайвинг для меня был круче, чем купание с дельфинами. А мне и то, и то нравится. Я не говорю, что и то, и то не нравится, и ты говоришь, что круче, вот лично мне. Мне дайвинг больше понравился. Что, ребята, в общем-то мы пришли уже в раздевалку. Ну, хочется сказать, Олег, вы просто мастер. Честно, вот я человек, который впервые в жизни, то есть, нечто, может чуть нервничать, я впервые в жизни, то есть, сделал сегодня погружение. Я настолько расслабился, я настолько получил вообще, столько удовольствия. То есть, все вот настолько вот, спасибо, что объяснили, что вот жесты, что в носу чувствую вода, не паниковать, я дышу ртом. Что-то достал, продул, знаки, просто песня. Вот ты себя в одном погружалась бы, я запаниковала бы и не знала, что делать. А вот вы меня действительно проконтролировали сразу, что... Меня настолько успокоили, все объяснили, что я даже первый раз и чувствовал, как будто я это уже делаю десятый раз. Я так уже просто, я успоко... Я даже забыл в один момент, что у меня во рту что-то торчит. Ну, то есть, что это... Я обещал. Я как будто воздухом бешу, вот так смотрю сюда. Ребята, я вообще смотрю, вот что-что, а дайвинг нужно попробовать. Я вот купался с дельфинами, ну, знаете, купаться с дельфинами на поверхности, а вот как ты находишься, я прямо в их среде, они подплывают, ты их видишь полный, вот размером. Спасибо вам большое. Спасибо. Ссылочку, ребят, мы оставим в описании, в общем-то, где вы сможете, вот Олег вам, и проведет инструктаж, все объяснить, никого спешить не будете. Вот у вас не останется никаких вопросов, а как, а что, а зачем, а почему. Вот это вот на самом деле было ваше. Мы думали такие, Саня, зачем инструктаж там, в рот ставили и пошли. Нет, все-таки нужно для головы, бывает некоторые моменты. Нет, даже после инструктажа было волнительно, потому успокоилось. Да, то есть это реально было бомба, ребята. Просто я на эмоции, я как ребенок сейчас. Спасибо. Все, спасибо вам большое еще раз. Спасибо.